Защитные слои будут делать приезжие специалисты и проведут опыты на прочность. На полигон в Осенцах уже завезены все необходимые материалы. Первую часть объекта собираются закончить к 1 мая, а с 1 января 2019 года это место должно полностью заменить Костинский полигон. Но больше всего опасений из-за растущих мусорных тарифов. Предполагается, что расти они будут в разы. Сегодня на множество вопросов журналистов и общественных наблюдателей ответили строители полигона. Для общения была выбрана строительная площадка – будущий Осенский полигон. Для того, чтобы все смогли убедиться в качестве работ. Подробности далее. За качеством работ чуть не каждый день следит актив местных жителей своеобразной наблюдательной общественной комиссии. После завоза сюда немецких стройматериалов Виктор обратил внимание, что рулоны сложены как попало и обратился к производителю. Немцы очень обеспокоены репутацией своей фирмы, поэтому они оказали давление на подрядчика, на заказчика. И материалы в принципе были переложены уже через два дня. Наблюдательная комиссия на днях собирается организовать чуть не круглосуточное дежурство. За процессом укладки трех слоев материалов, которые должны защищать почву от проникновения вредных веществ, необходимо пристально наблюдать. Материалы должны полностью покрыть всю поверхность котлована вместе с подъемами. А пока хранятся в рулонах. Это вот бентонитовая мата, это нижний слой. Нижний слой. То есть упакован он. Он состоит из низ-вверх. Там тоже какой-то материал, типа какого-то текстиля. А внутри, я так понимаю, какая-то глиняная прослойка. Хранилище строительных материалов расположилось на внушительной территории тысячи квадратных метров бентонитовых матов. Столько же резинопластиковые мембраны и множество тонкостей склейки листов. Представители компании, которые возводят Осинский полигон, утверждают, что эти работы будут делать приезжие специалисты, кто уже имел дело с немецким качеством. Шовчик получается такой двойной. То есть раз шов, два шов, а в середине получается как воздушное это. И проверяет вот они воздухом. В это время профессиональный геолог еще раз проверяет круговорот воды в почве. То, что котлован, вырытый рядом с лесным водоемом, сухой, подтверждает грунтобеспечить дополнительную экологическую защиту. Будущего объекта. Здесь очень низкая водопропускная способность. То есть те разговоры о том, что здесь идут потоки грунтовых вод снизу, или наоборот, эта поверхностная вода туда просачивается, тут как раз показывает, что это не так. Первый этап, или первая карта строительства полигона в Осенцах. Вот она. Здесь уже заканчиваются земляные работы. Со дня на день здесь начнется укладка защитных слоев, про которые говорили эксперты. Вот там чуть подальше будет располагаться вторая карта, второй этап полигона в Осенцах. Он будет строиться уже после того, как этот этап будет запущен в эксплуатацию с 1 января 2019 года. И чуть подальше, как сегодня заявили спекеры, будет решаться вопрос о строительстве мусора, перерабатывающего завода. Но инвесторы признали, чтобы успеть построить мусоросортировочный центр, к 1 января должно произойти чудо. На стройку пока нет ни разрешений, ни проектов. Мы то ли опоздали, то ли не успели, то ли мы не расторопные. Не знаю что, но в рамках программы тоже не успеваем. Потому что с 1 января 2019 года они должны уже функционировать. Если на следующий год строить, то должны подать до 15 марта в текущем году инвестпрограмму. И нам такое включат в следующем году, и мы должны будем построить в следующем году. И тогда она пройдет как бы. Но инвестпрограмма, она тоже предусматривает плату, ведь не из государства. Она рассматривает плату от населения. Мусорные платья с населения Александр Хорошавцев уделил отдельное внимание. Предупредил с июля. Собственники, кроме вывоза и захоронения мусора, обязаны будут заплатить из-за воздействия на окружающую среду. Такой федеральный закон. Просчетам общественных активистов это почти удвоит цифру. Но еще одно двукратное повышение мусорного тарифа, оказывается, специалисты ожидает с 1 января 2019 года. Связано оно с действием новых федеральных правил обращения с отходами. Затраты на обязательные мусоросортировочные центры и полигоны немецкого качества в конечном итоге лягут на плечи собственников. Артем Паникаровских, Александр Рожков, информационный канал «Город».